Всем привет, друзья! Хорошие новости из Америки. Подать на политическое убежище через Мексику или находясь внутри страны будет намного легче для граждан Российской Федерации. Не так давно Палаты представителей и Комитет по иностранным делам подготовил резолюцию в отношении Российской Федерации за нарушение прав человека в области политических убеждений и религии. Сейчас я вам расскажу об этом более детально. В резолюцию попали случаи, когда журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, активисты, защищающие свободу вероисповедания в Российской Федерации, попали за решетку и находятся в местах лишения свободы. Я полностью уверен, что данные случаи однозначно попадут в отчеты правозащитных организаций Freedom House Amnesty International, которые мы используем для подготовки кейса на политическое убежище. Распространенная ошибка, когда люди думают, что если они имеют отношение к указанным мной группам, можно спокойно приехать и подать на убежище. Нет, ребята, вам нужно, чтобы у вас был кейс первый, чтобы у вас были формы и главное, чтобы у вас были доказательства, которые указывают на непосредственное нарушение ваших прав. Как это выглядит на практике? Человек из СНГ приезжает в Америку, решается подать на политическое убежище, потому что это наиболее благоприятный вариант для легализации, подает свой кейс и здесь возникает вопрос, а где взять доказательную базу, а какие эпизоды, а что предъявить, справки, запросы из МВД и так далее, и так далее, этого ничего нет. Он начинает звонить в свою страну, просить друзей, знакомых, юристов, нотариусов, помогите, сходите, у меня ничего нет. Как правило, это ни к чему не приводит. То же самое происходит в Мексике, но в Мексике сложнее. Если вы приезжаете пустым, вы проходите всю процедуру, находясь в Тихуане или в Мехикале. Я лично на своем примере, у нас офис Тихуана, вижу, как эти люди ходят, как они созваниваются, тратят деньги на звонки в свою страну. Это очень недешево. Собирают что-то и идут подавать на убежище. Друзья, не делайте, не повторяйте чужих ошибок. Готовьтесь заранее. Вам наш представитель, если вы работаете с нами, скажет, куда пойти, какие справки взять, какой запрос для себя заказать, какие формы сделать, какие переводы предоставить и так далее, и так далее. Все под контролем нашего специалиста. Кстати, у нас офис в Москве, офис в Америке и в Тихуане. То есть полностью весь процесс мы берем на себя. У нас в компании есть психолог, который поможет вам создать правильную, правдивую, это самое главное, историю, где присутствуют эпизоды нарушения ваших прав. Все это входит в кейс, и только после этого он будет выигрышный, и тогда можно будет ехать и подавать на убежище. Это первая новость. Это очень здорово, что в отношении России сейчас вот эта вся шумиха, потому что кейсы будут проходить, я думаю, с наибольшей вероятностью выигрыша. Вторая новость. В офис нам звонят много людей, особенно из Кыргызстана, где ввели ограничения по визам, по розыгрышу гринкарт, которые хотят ехать в Америку к своим друзьям, родственникам и вообще переехать в эту страну. А как добраться до Мексики? Как подать на политическое убежище? Сейчас самоизоляция, авиакомпании закрыты, перелеты закрыты. Нет, друзья, сейчас как раз вот хорошая новость. Евровинкс, это дочернее предприятие компании Люфганза, германской компании, запускает рейсы в Мексику. Кроме того, есть турецкие авиалинии, которые также в ближайшее время запустятся, и чартер, который из России полетит в середине июля. Если вы сейчас хотите подать на убежище, то как раз вам хватит времени, чтобы очень хорошо подготовиться к этому процессу. Друзья, всем удачи в эмиграции, наши контакты под видео. Рекомендую вам подписаться в нашу группу Телеграм, у нас уже 3000 человек. В нашу группу Инстаграм 267 тысяч людей, которые хотят так же, как и вы, переехать за границу. Всем удачи, пока! Продолжение следует... Да, я приехал сюда, чтобы уже переместиться дальше на границу. Билеты куплены. Сейчас лечу в Мехико, оттуда в Мексикаль. Понятно. По ценам? Как тут вообще? По ценам достаточно приемлемо. Цены недорогие. Проживание в отеле, перемещение по стране. Ну, в принципе, и авиабилеты недорогие. Понятно. Сколько по времени заняла сама подготовка вас? Вы решили, что я хочу, больше нет возможности терпеть, я уезжаю в США. И вот до того момента, как вы оказались здесь, сколько времени занял весь процесс? Ну, на самом деле, процесс подготовки именно документации занял около месяца, полутора месяцев. Последний вопрос. Вот по работе ребят, наших психологов, журналистов. Как оцениваете? Очень опытная команда, очень правильную информацию дали. Своевременно подготовили. Очень все рассчитано по времени. Никакой затяжки. Все максимально быстро. И очень большой КПД у компании. Отлично. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в эмиграции. Привет из Канкун. Всего доброго. Пока. Смотрите подробности на нашем канале или получите консультацию наших экспертов.